люди сегодня этот день отцов козлы то есть только что уехал земли на увез привез нашему данили такой здоровенный матрас и вот а лишь он мужик сказал мужик сделал честно написал в твиттере что я принесу суши иванов вот тут где-то бегал а он вон он сидит на футкоре что-то там с умным лицом пошли кормить иванова лишь как вы давайте я уже тоже это ничего не понимаю то есть я пришел со своего любимого ресторана принес я же обещал кормить его с палочкой я на самом деле мне такое чувство если честно что ну я не вижу что он плохо выглядит у него ряжка такая округляется потому что ну я так люди жалостливый человек 20 вот к нему в день приезжает у него у него есть две раскладушки два спальника зимин сегодня припёр ему матрас ну и вот а лишь я не знаю это вот отдельное событие что или бою привез суши этого я сказал пацан сделал пойдем кормить и делал вон он как раз как у вас вообще девали же все отлично чем у вас на но он такого на то из этих как его и би по моему это та же группа ну да ну да ну да ну да не они да вот он голодный блогер всем казнетом вот иванов вот ты и дожил елибар привез тебе суши вот такая честь ко мне сегодня зимин заезжал матрас более того я же обещал что я буду с ложки садитесь или шаг где ложка я буду палочкой я хорошо иванов иванов а ты уверен что ты есть хочешь вот у него отписано голодался лицо но по-моему живет на себе слушайте ну прям это давайте кто там еще хочет палочки копать шикарно как как вам алишер вообще все что вот это вот происходит то есть вы писали очень много там в твиттере и фейсбуке то есть ну вот ваша вот реакция на сегодняшний вот день там скажем так вот моя реакция она будет с первой наверное сушенкой понял я положу данииле а вы еще в смысле его вот так доходящим жесть не ловит вымокаем не ну все рога данила кушай пожалуй открою врачи внимание на всех про раз я буду смотреть лучше иванов ну вот тебя уже показали по шести каналам там бог знает сколько в изданиях там всяких там опубликовали ну ты вот скажи по-честному вообще как это потому что ну я читаю в твиттере там я тебе звоню каждый день сегодня вот эти модную раскладушку прислала да нет сегодняшний день у меня прям какой-то праздник жизни начался если честно и уже это не не так сложно как было первые дни на самом деле переломный момент происходит до какой-то потому что я не не спал считай двое суток потому что здесь музыка играет круглые сутки ночью я спал на полу на холодном просто все что-то непонятное люди какими-то призраками пугают люди трех часов ночи хлопают ехал с этой с кого с гардероба нет мне там хорошо нельзя так это не видишь тут немножко нерепрезентативно здесь рамки дозволено тоже чтобы не создавать немножко этим людям посетителям дискомфорта ну представь ты идешь там какой-то чувак ответственно заявляю запаха данилы иванова нет да кстати вот тут я нашел неруша я нашел я нашел просто сегодня на самом деле вот я просто пробрался с утра пораньше стал в туалет спокойно себя привел в порядку что мне там привезли дофига всяких гигиенических средств по моему даже тут можно из бомжа сделать конфетку с таким набором конкретным военным следующая акция да вот не врачи это так то я я когда за лоцман вот но так принципе я думаю что немножко даже привыкать все маленькие куши да я сейчас я поговорю а сколько этих как у вас кукти реально народу приходит потому что я по моим расчетам уже где-то около больше 35 человек кто это в основном есть люди которых ты не знаю есть очень много в принципе да вот причем есть такие которые пытаются немножко на этом сыграть даже то есть сегодня какие-то две барышни приходили по моему этому типа они меня знали прочитали при шутке а мы вам попить принесли и оберутки а там доказать четыре бутылки я не думаю фото фотографии с фотографии с убежали не понял что здесь произошло 1 окей да но это нормально потом приезжают вообще старые знакомые которых я уже давно забыл причем приехали вот вчера вообще консультироваться по поводу бизнеса насколько я считаю их бизнес рентабельный какой-то человек мне постоянно звонит по ночам интересуется играли я не дарит звонит я прошу как у меня самочувствие какой фильм если смотрел а доступе к кинотеатр бесплатный нет я не хожу пока я сегодня там буду наверное работать я уже договорился с вами кем а контролером просто то есть я здесь таким помогай к периодически то чтобы свой день немножко занять потому что человек любая дурак может сидеть везде ничего не делать да и чтобы самому интересно как-то будет делаешь это все таки ада в сутоке вообще шикарно тебя на мойку ты хотела я сегодня на руку ходил ну там полторы машины и мойка есть она круглосуточный мойку сделали полторы машины прям помыл да и чуть отдают смысле что-нибудь за то что ты работаешь или у меня например вчера вот то что в чили не официантом поработал меня покормили в принципе вот здесь в микси это вот эту тему реально тема и работаем за еду правда я там конечно накосячил и я понял формулу как себе заработать на колу берем полу разливаем половину берем новую колуку забираем себе так что вот слышу нужно я где-то это видео кружая в твиттере писал ада в твиттере то есть ну все-таки да я привыкаю и кстати все приходят и не мало кто значит здесь 7 этажей 7 7 этажей здесь такое странное здание здесь есть тайные всякие комнаты проходы которым выходил во все эти я вот читал в эти коммуникации некоторые нужен особый ключ но во многих я уже побывал что-то впечатляет ну вот всякие что технические я знаю что здесь два этажа и она что делают на остальных пяти там проводить какие-то опыты скорее всего да я видел немножко мышь с хвостом непонятным какого-то серодактиле не ошибки конечно стороны просто там работают очень много народу я там офисы то есть 7 этажей я вижу мы сидим получается на седьмом на втором еще между ними как я понял еще одно пространство тут ребята вообще такие вещи интересные рассказывать они тут реалити-шоу прям наблюдаю потому что ну конечно камеры наблюдения и мне просто удается с ними поговорить и с разными людьми с запасностью смысл да 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 слушай а ночью прикольно вот я вот если честно я вот блин сам хотел бы первой первой когда никого нету непривычный тоже здесь живет ну я приезжаю три раза в день фиксировать что ты ночью не сваливаешь домой а не он три раза в день приезжает а там она все фиксируется регулярно нет да я в принципе и сам дальше вот этой плитки короче там никуда не ухожу если только там кого-то встретить да нет это же для него как бы интересно смысл и даже куда-то вот бутики поговорить там приходишь здравствуйте мы снимаем проекта какой-то какой-то там я не один он выходит в интернете и так-то и так то и что самое интересное все воспринимают это очень хорошо всем нравится реакция у всех адекватная еще ни одного человека не встретил стопа детской у кому-то надо того что-то типа все даже не говорить отделок разу такие плены тоже есть есть но я лично не встречал серьезного кроме шуток и принципе это мне нравится немножко конечно мы могли бы усложнить все это дело мне вчера позвонили с какого-то издания и по телефону спрашивали вот мою реакцию потому что ну там же какие-то ну вот эти вот странные люди да то есть обзываются всяко-разно там но и вы кушайте я вот пока порассказываю до приятного аппетита можно да я и я вот я сказал что весьма странно то есть я не знаю этого человека абсолютно да то есть я не понимаю ну бывает наверное я не червонец там всем нравится 100 долларов да то есть но как бы данила вот мне как это видится да ну молодой как бы парень да сколько лет 22 года в это время там вот раньше да там командовали уже там ротами эскадронами там сейчас становится уже но серьезным там бизнесом занимает это время когда надо всячески ну испробовать судьбу да то есть что-то указать ну вот дурковать что-то веселиться да то есть почему 22 летний парень не может ну попробовать да как бы себя ему там предложили в армию сходить ну его вами я не знаю не жалко ты может выкручить конечно но здоровья наверно я думаю слава вы слишком много внимания уделяете да абсолютно спасибо а лишь я хотел вот огромное вам спасибо тоже сказать вот меня поддержали тоже вот мне было очень приятно да что вот когда вот дорогой срач вот если начались что вот те люди которых я по-настоящему уважаю на то есть они однозначно все ну как бы выступили ну неправильно просто на защиту то что мне не мать кого было защищаться здравым разумом да но просто вот написали люди было очень приятно и вот прям поддержка а лишь я вот не дай бог конечно начнут вас мочить вы же знаете что мне будет похуй ну на самом деле в чем ну если там не будет рядом я знаю что он будет челс с ножом в спине это пообсуждаем может упал сам там и это всяко бывает да кстати давайте да нормально да вот интернет привет интернет да у нас тут все так это по-домашнему мы это без понтов там без ничего я люблю оказывается принимать гостей тем более с вкусными подарками я сегодня наверно обтрескалась нет нелегбаев привезший суши это вообще круто прям вообще самое главное я надеялся что все закончится как только я его обещание выдержал с ложки покормил то есть палочкой все все выключать